Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз в студии Анны Глазунова. Я расскажу вам о самых актуальных и интересных событиях Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня в выпуске. Ректор Кафуль Шадгафуров подписал соглашение о сотрудничестве с открытым акционерным обществом Роскартография. Студенты Казанского Университета получили стипендии правительства Российской Федерации. О сотрудничестве Казанского Университета и компании КАМАЗ. В преддверии Нового года ректор Кафуль Шадгафуров посетил Апастовский муниципальный район, который представляют в Государственном Совете Республик Татарстан. Вместе с главой Апастовского района Рашидом Загидулиным он вручил подарки детям из многодетных семей. Соглашение о сотрудничестве между Центральной районной больницей и университетской клиникой расширяет перечень доступных для жителей медицинских услуг и дает право лечиться в Казани в одной из самых современных клиник республики. В завершении визита глава района и депутат Государственного Совета Республик Татарстан посетили Центральную елку. А мы продолжаем. Ректор Казанского федерального университета Решат Гафуров подписал соглашение о сотрудничестве с открытым акционерным обществом «Роскартография». На 2019 год открываются перспективы в развитии совместного направления двух сторон. Подробности узнаете в следующем сюжете. 27 декабря 2018 года Казанский федеральный университет и ОАО «Роскартография» заключили соглашение о взаимодействии в сфере образовательной, научно-исследовательской и производственной деятельности. В отношении нашей перспективы совместного сотрудничества хотелось бы здесь более точно определиться в направлениях и понимании того, как эти материалы можно использовать. ОАО «Роскартография» является участником проекта «Цифровая модель Республики Татарстан». Компания создает цифровые топографические карты Татарстана. Геопространство Республики будет сформировано благодаря сотрудничеству «Роскартографии» с КФУ с помощью совместных проектов в области аэрофотосъемки, картографии и геодезии. Я считаю, что если бы мы с университетом смогли реализовать те проекты, которые связаны с созданием информационного и программного обеспечения по использованию материалов, пространственных данных, раз, другое направление – создание и разработка новых сервисов в интересах как отдельных ведомств, так и бизнес-структуры. В КФУ работает научно-исследовательская лаборатория «Космическая геодезия», оснащенная цифровыми фотограмметрическими станциями, которые позволяют обрабатывать материалы аэрокосмических съемок, а также беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для выполнения аэрофотосъемки и спутниковым геодезическим оборудованием. У нас ежегодно достаточно большое количество людей проходит через центр переводготовки. У нас называется «Высшая школа госмуниципальных служб, когда республика финансирует, то есть осуществляет заказ, и мы с аппаратом президента согласуем на тематике переподготовки». Подписанное соглашение будет направлено на расширение обмена опыта между сторонами и реализацию новых проектов в области геодезической и картографической деятельности. Кроме того, специалисты КФУ и Роскартографии смогут обмениваться опытом и технологиями выполнения геодезических и картографических работ. Планируется, что все это даст эффективный старт к совершенствованию научно-технического и производственного потенциала как университета, так и всей республики. Валерия Амуратова, Ленар Довлетьяров, Александр Юдин, Универньюс. Восемь студентов Казанского федерального университета получили стипендии правительства Российской Федерации. Эти стипендии назначаются студентам вузов за выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях, победителям всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей. Подробности в следующем сюжете. Восемь студентов Казанского федерального университета стали стипендиатами правительства Российской Федерации в 2018-2019 учебном году. Стипендия правительства Российской Федерации назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебные и научные деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. Мы занимаемся именно четырьмя направлениями. Именно по моему направлению это ограничение водопритоков, добывающих скважин, и выполнение операций по выравниванию профилеприемисти в том, что в один из скважинах. Как я медик, мы сейчас связаны с медициной. И там два основных направления на данный момент. Это первое большое крупное трендовое направление – это регенеративная медицина. Данная отрасль призвана… Она изучает различные регенеративные способности тканей к восстановлению. Стоит отметить, что всего от КФУ в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации были направлены заявки 11 кандидатов на получение стипендии. Диана Нашилова, Универ-Ньюз. 27 декабря в Музее Николая Лобачевского Казанского Федерального Университета состоялась первая встреча представителей университетских музеев Казани. Инициатором выступила руководитель музейно-выставочного комплекса КФУ Светлана Фролова. Все подробности смотри в сюжете. В Музее Николая Лобачевского Казанского Федерального Университета состоялся круглый стол. Университетский музей города Казани – современное состояние и перспективы развития. На встрече директора и сотрудники университетских музеев Казани обсуждали возникающие проблемы и пути их решения. Директор музея истории КФУ Светлана Фролова рассказала об основных направлениях деятельности и итогах работы музеев Казанского Федерального Университета за 2018 год. Говорили также и о предстоящих мероприятиях в 2019 году. Это юбилейные выставки, а также акции «Университетский музей и дети» с 8 по 11 февраля в День российской науки. В эти дни планируется бесплатное посещение музеев университетов, а также организация специальной программы для посетителей. Анна Глазунова, Ленарта Влетьяров, Универньюз. Огромным шагом в будущее является появление беспилотной техники в гражданской сфере деятельности. Компания «КамАЗ» занимается разработкой такого проекта. Какова роль Казанского Федерального Университета в этом проекте, расскажем в следующем сюжете. Разработка беспилотных автомобилей компании «КамАЗ» продолжается. Благодаря проектам Казанского Федерального Университета в сфере беспилотного транспорта проект является уникальным. Порядка 30 минут без спутниковых систем наш «КамАЗ» будет двигаться по дорогам. Он будет определять подстилающую поверхность, какая у него, будет определять, где у него там кочки, что у него там происходит. Будет двигаться, будет сам строить свою цифровую карту, по которой он двигается. В конце концов, будет ее передавать другим «КамАЗам», которые идут за ним, или другим беспилотникам. То есть это такая, ну, это платформа фактически, вот, которую мы вместе с «КамАЗом» развиваем. Ни одна из компаний-конкурентов, среди которых «Мерседес», «Вольво» и «Тесла» не используют подобные радары, способные следовать дорогу. «Вольво» и «КамАЗ» ведут разработки беспилотного транспорта для работы на закрытых площадках. Но для техники зарубежной компании необходимо дополнительное оснащение места работы, а продукт «КамАЗа» сразу готов к работе без дополнительных условий. Система навигации «КамАЗа» основана на уже существующих технологиях. Казанским федеральным университетом была создана система навигации внутри замкнутых пространств. Для закрытых территорий, таких как карьеры и заводские территории, такая система подходит лучше всего. К нами сейчас совместно с «Пао КамАЗ» разрабатывается автомобильный терминал, в котором совмещена прецизионная система спутниковой навигации, которая при этом не требует базовых станций, ну, так называемых станций дифференциальных поправок, станций точных поправок. Совмещенная с нашей системой инерциальная навигация, и при этом общая себестоимость этого терминала планируется не превышать 250 долларов. Это, конечно, абсолютно беспрецедентная цена, но она именно и позволяет нам удовлетворить нашим экономическим характеристикам. Юридическая основа не позволяет использовать беспилотный транспорт на дорогах. На закрытых территориях это возможно, поскольку ответственность несет предприятие. Руководство предприятия защищает свою ответственность перед сотрудниками, введением в страхование сотрудников и предупреждением их. То есть, условно говоря, везде ставятся таблички, машина сама оснащается большим количеством как раз световозвращающих элементов, световой сигнализацией. Также КамАЗ занимается разработкой автоматизированной сельскохозяйственной техники. Она относится к классу как раз тех разработок, которые сейчас ведутся, то есть в разработках на 2019 год, как раз первый проект, который сейчас будет реализовываться совместно с Ростельмашем, это как раз автоматизация сельскохозяйственной техники. То есть, это много функциональных комбайнов. Разработки КФУ и КамАЗа в автоматизации и навигации техники являются не только уникальными, но и с низкой себестоимостью. Система автоматизации для компаний для обычных грузовиков будет стоить 200 тысяч рублей на 100 автомобилей. А на сельскохозяйственную технику, в которой необходимо автоматизировать больше процессов, миллион рублей. Низкая себестоимость сложилась благодаря тому, что в проекте используются разработки КФУ по космической навигации. Артем Тупичкин, Универньюз. На этом у меня все. Не пропускайте свежие выпуски Универньюз и смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok